привет как вы уже наверное догадались сегодня мы отправляемся в путешествие мы отправляемся в литературное путешествие на большой телеге с максом фраем и так я закрываю глаза вращаю глобус и выбираю точку на карте ну что погнали итак наше путешествие начинается с чашечки ароматного горячего кофе с литературным пирожным со вкусом ветра нас захватят в плен созвездия городов европы и вернемся мы из нашего путешествия немножко другими с привкусом чудо на губах и сияющими глазами макса фрая что обозначает свободный вы наверняка знаете по моей любимейшей книге книгам целой эпопеи хроникам еха и вот для друзей сэра макса большая телега это новая порция счастья конечно же не а сэре макси но тем не менее если вы люди породы макс фрай это с героем большой телеги вы тоже наверняка подружитесь вообще сегодня я собираюсь меньше говорить самой а больше зачитывать зачитывать прекрасные отзывы о книге зачитывать саму книгу потому что это нечто совершенно невероятное тонкое волшебное очаровательное того чего словами не передать поэтому позвольте мне сразу пожалуйста начать зачитывать и делиться с вами этим счастьем и так ты читатель этой книги будь готов к тому что в финале у тебя появятся новые вопросы и ни единого намека на внятный ответ это я тебе твердо обещаю но вы не бойтесь и я тоже не буду бояться страшно конечно но мы люди так по-дурацки устроены что все мало-мальски интересное нам кажется страшным по крайней мере поначалу вообще вся книга всю книгу буквально хочется сразу же растащить на афоризмы и использовать их при каждом удобном и особенно неудобном случае еще я очень люблю книги макса фрая за то что они учат играть в игры с судьбой большая телега учит играть в города правила игры очень простые давайте я сразу зачитаю правила простых оказавшись возле вокзала в начале свободного от неотложных дел дня войти и изучить расписание пригородных электричек а если есть лишние деньги и желание забраться подальше то и поездов дальнего следования выбрать ближайший вернее отходя минут через 10-15 чтобы успеть купить билет и вперед на поиски новых впечатлений в глубине души я всегда считал что это не просто развлечение а большая сложная игра с невидимым ясное дело непостижимым партнером которого по малолетству именовал судьбой а потом случаем но довольно быстро почувствовал что никаких имен называть не надо даже наедине с собой и благоговейно притих я уже давным-давно такой взрослый что самому страшно но до сих пор люблю представлять что всякий раз когда я приближаюсь к вокзалу какой-нибудь дежурный сотрудник небесной канцелярии бросает все дела и принимается спешно составлять для меня очередной маршрут нужно обязательно как-нибудь попробовать и вы тоже попробуйте играет в такую замечательную игру не только главный герой книги но и сам автор однажды летом 2008 года как пишут в аннотации как пишет себя в блоге автор он она наложили на кальку созвездия большой медведицы и полученную кальку наложили на карту европы и те города с которыми совпали звезды они отметили и отметились они только большие всем известные города такие как цюрих варшава нанси сарагоса блиндизе но и никому не известные маленькие поселения например эльча-де-ла-сьера марвежоль от эриф энгельхом отранта понтельча и множество других и автор путешествовал по всем этим городам и в каждом из этих городов записывал истории которыми которые рассказывал город потому что города становятся невероятно словоохотливыми если разрешить им рассказывать истории о себе на понятном для них языке вот так собственно и появилась книга большая телега телега идеальное средство для передвижения по таинственным закололкам европейских городов в каждой истории есть нечто чудесное мистическое и необъяснимое и если постараться можно конечно найти логическое объяснение но честно вот вообще не хочется может быть потому что мы вместе с героем учимся верить в то что в этой жизни возможно все вот абсолютно все и можно конечно не верить но гораздо интереснее верить это и вообще как говорил герой скептический ум страшное оружие в борьбе с собственным счастьем да и жизнь любого человека зеркальное отражение его представление о ней одним словом эта книга праздник книга счастье книга путешествие приправленная огромным количеством чашек кофе который герой попивает при каждом удобном случае а случай у него практически всегда удобный почему же я выбрала именно эту книгу во первых я очень люблю путешествовать а большая телега это наверное лучшая книга из всех которые когда-либо мне попадали в руки из книг для путешествий книг о путешествиях и иногда как говорил герой надо дать себе волю забыть обо всем на свете и вспомнить обо всем остальном то есть разбудить в себе эдакого веселого бродягу который будет как пишет светлана мартынчук в своем прекрасном блоге в живом журнале распрекрасным шагом никто так больше не умеет ходить по неведомым дорогам и городам смотреть на небо над ними заходить по коленам в моря короче такое непостижимое и неопределенное практически без нарратива в общем книга однозначно для тех кто любит путешествовать в ней описано практически мечта ты тыкаешь наугад в карту пальцем и отправляешься в это необычное место как пишут читатели после прочтения вот уже неделю меня не покидает навязчивое желание бросить все запрыгнуть в электричку и отправиться в совершенное незнакомое место с одним рюкзаком за спиной а если у вас денег на путешествие по европе пока не накопилось или мало ли какие иные причины заставляют вас оставаться на диване то вы смело можете браться за книгу и совершать кругосветное путешествие по европе да на диване верхом на диване с полным погружением в атмосферу и настроение а если вы прямо сейчас куда-то едете да то как пишут читатели эту книгу желательно нет обязательно слушать в аудио формате уютно устроившись в автобусе окна откинув все лишние мысли и наслаждаясь легкостью бытия и красотами дороги и скоро вы перестанете понимать где вы кто вы зачем вы куда вы едете и вместе с героем будете покачиваться в машине вне времени и пространства а тем кто уже приехал и отдыхает читать тоже совершенно обязательно и необходимо потому что книга настраивает вашу душу на путешествие это такая очень очень тонкая настройка через призму чудес потому что макс фрай учит видеть изнанку мира волшебную изнанку ну еще это конечно же прекрасный туристический справочник для тех кто планирует следующий маршрут например я включила в свой список мест которые я обязательно хочу посетить все 22 города из большой телеги и так во первых я выбрала эту книгу потому что я обожаю путешествовать а во вторых мне есть все то что я люблю у макса фрая юмор вероятное в обычном и обычное в невозможном очень вкусный язык и прекрасная жизнеутверждающая философия это просто вот вкуснятина смотрите как нужно вместо у меня нет работы думать отлично завтра я совершенно свободен вместо у меня нет денег даже интересно как мои ангелы-хранители будут выкручиваться в этот раз вместо ой что теперь со мной будет похоже я обеспечил себе интересную жизнь на ближайшие годы и так далее мне уже нравится и сама понимаешь как только человеку удается изменить взгляд на обстоятельства обстоятельства тоже начинают меняться как бы сами собой и работа находится и деньги соответственно появляются и новые приятели наперебой зовут пожить в их просторных квартирах с баловинами с баловыми котами пока хозяева мотаются по свету вот это две причины есть еще третья причина я очень люблю книги которые можно читать порциями как вот выпить чашечку кофе с утра до бодрящего либо горячего какао на ночь точно так же и большую телегу можно читать такими законченными порциями потому что она состоит из коротких рассказов которые можно вот брать наугад открывать и читать и для людей которые работают например или у них нет времени читать ночь напролет формат просто вот шикарный я считаю и я всегда когда читаю перечитываю большую телегу читаю такими отдельными рассказиками на ночь и засыпаю всегда с улыбкой на губах и предвкушением того что мне приснится что-то непременно очень очень хорошее необычное есть еще одна причина по которой я выбрала именно эту книгу а именно я очень люблю магический реализм подозреваю как и большинство из вас а макс фрай это один из лучших отечественных авторов данном жанре для меня так вообще самый лучший на всю жизнь любимейший мне очень нравится у него атмосфера такой естественности происходящих чудес то есть количество человек чудес на человека метр не зашкаливает и возможно поэтому может быть по какой-то другой причине все происходящее воспринимается как реальность и если вам уже нравится то просто открывайте книгу и отправляетесь в путешествие вместе с главным героем вместе со мной а я пока на этот счет зачитаю отзыв прекрасный никосян очень мне понравился заодно и саму книгу в пределах отзыва процитирую вот невозможно просто не зачитать главное во время вашего путешествия да помните демиург не должен ходить по своим садам и если у вас есть хоть далеко ощущение что именно вы придумали эти тихие переулки витые решетки маленький резной флюгер красавца бармена из красного слона или лунного оборотня с азиатским лицом бегите бегите и не оглядывайтесь вот такая вот чудесная добрая замечательная книга артефакт вам на полочку чтобы снова и снова перечитывать ее возвращаться как хорошему глотку любимого кофе конечно же читать стоит не всем тут я снова позволю себя процитировать очень хороший отзыв ссылочки на отзывы которые я использовала вы найдете к описание в описании к этому видео удалю пару слов вдруг меня слушают дети и так кому читать не стоит циником реалистом любителям простой как мучание боевой фантастики и незамутненного фэнтези с орками троллями и воительницами нет не стоит удовольствие не получат текст для них слишком тонок как здоровому полнокровному человеку чуждо обаяние привидений обладая но даже красотой ассунты и аспазии грин очень хорошо сказано люди незнакомые с фраем вообще находящиеся на перепутьях и потерянные в реальности сильно рискуют открывая страницы раз два три а после 20 найдешь себя где-нибудь в вал джихи избавляющим от проклятия соломона дурно воспитанного джина а вот любителей способных пройти по кромке сказки и не свалиться с моста мечты в озеро несбыточных надежд эта книга несомненно очарует и уйдет за собой я вообще видимо человек породы макс фрай к счастью нас таких волшебных на всю голову очень много а снова зачитаю как-то легче дышится когда точно знаешь что в мире есть другие такие же придурки моей крыше приятно съезжать в сопровождении чужих крыш выбравших примерно тоже направление движения полное одиночество хорошее дело в пределах собственной квартиры но не в масштабах планеты знать что по земле ходит пара тройка похожих на тебя существ необходимое и достаточное условие душевного комфорта поэтому если вы тоже человек породы макс фрай или хотите присоединиться к стае то обязательно читайте обязательно оставляйте ваши комментарии лайки чтобы найти друг друга подписывайтесь на канал и до скорых встреч а напоследок вот чуть не забыла сказать на десерт тем кто уже читал книгу или только собирается несомненным плюсом является то что все фотографии фотографии всех тех городов которые упомянуты в большой телевидении можно найти в живом журнале светланы мартынчук прекрасный блог ссылку на него я оставляю в описании к этому видео до скорых встреч макс фрай и . . . Продолжение следует...